Другой пример. На Параде Победы рядом с вами сидел ветеран Василий Пронин. Вы еще с ним пообщались немного, поправили ему куртку. Через несколько дней у него украли 400 тысяч рублей мошенники. Так что во многих регионах эта проблема есть. 96 лет Василию Пронину. Просто, знаете, даже не хочу комментировать. Это просто подонки. Те люди, которые совершают такие преступления в отношении пожилых людей, ветеранов, просто подонки. И, конечно, с этим нужно бороться. К сожалению, рост преступлений подобного рода значительный. Если у нас по борьбе с тяжелыми, такими общественно опасными деяниями преступными в целом ситуация складывается удовлетворительно, даже наблюдается некоторое сокращение, то по преступлениям в этой сфере, к сожалению, рост и рост значительный. 25%. С чем это связано? На мой взгляд, первое, что создает неблагоприятный фон и способствует росту преступления подобного рода, это незаконный оборот личных данных. Продолжение следует...